У вас с мужчиной конфетно-букетный период, он галантный и внимательный, но вы переживаете, будет ли он также ухаживать за вами после свадьбы или все ожидания лопнут как мыльный пузырь? Сегодня мы научимся быстро распознавать заботливого мужчину вместе с тренером НЛП, психологом Татьяной Лариной, победительницей шоу Мастер Шеф Лизы Глинской и финалисткой шоу Х-Фактор Алиной Паш. Встречайте! Давайте сразу договоримся, что под заботливостью мы будем понимать умение человека войти в ситуацию, пожалеть, посочувствовать, сделать что-то, чтобы поддержать. И вот этот комплекс человеческих качеств мужских очень важен для любимой и любящей женщины. Лизонька, ты так задумалась, как будто что-то вспомнила. В моей жизни были такие ситуации, одна из самых ярких, когда у меня были довольно-таки длительные отношения. Мы часто выезжали на природу, мы ехали и в дороге я выклинчила купить мне кровяной колбасы. Я прям в дороге наминала эту кровяную колбасу и получила, видимо, отравление практически сразу, причем сильнейшее. Мы только туда доехали, девочки, я умирала. Дошло до того, что я уже практически стала терять сознание. Меня не спасает ни вода, ничего. И он начал говорить, ну давай еще водички, давай там чуть ли не водочки, ну поможет, поможет. Ты что, с ума сошла? Мы же приехали на рыбалку, мы столько ехали. И вот, наверное, тогда, это была вообще последняя капля, я подумала, что человек думает только о себе, но было обидно, что прошло уже, наверное, полгода отношений. Обидно вот этого потраченного времени, и мне бы хотелось знать, как вообще распознать такого мужчину и не совершить ошибки уже, когда у тебя есть семья, когда у тебя есть муж, когда у тебя есть дети, и ты получаешь вот такой вот просто удар. Я знаю, что фактически инициатором сегодняшней встречи стала Алиночка, потому что в ее жизни произошла история, которая ее настораживает. У меня есть парень, и он молодец, в принципе, можно так сказать. Молодец, тримается, дарует квти, старается, турбуется, но, естественно, как у каждой девушки молодой, у нас есть какие-то сумметы. Просто у меня есть такие ситуации, у знакомых я бачила, реальные, где парень так хорошо охаживает за девушкой, ну вот я аж дивилась и думала, о боже, ну это просто ж мрия, там пиджачок, когда тебе холодно, о боже, позвоните. Ты доехала домой, все добре, но как только они удружились, честно, я не познала его, ну просто не познала, и я не понимаю, он играл роль так долго, и навещу. Такое разочарование. Танечка, так можно ли распознать вот человека, который может в любой момент измениться, выдает себя за заботливого, а на самом деле эгоист? На самом деле можно распознать такого человека, посмотри, как он ведет себя с тобой, но в определенных ситуациях. Эта ситуация может быть, например, болезнь. Девочки, а вот когда вы заболели, как вы хотите, чтобы мужчина о вас заботился? Что должно происходить? Мне бы, наверное, хотелось, чтобы он позаботился, возможно, там, привез ко мне врача или привез какие-то лекарства. Для меня идеальный вариант, если бы мне мужчина сказав, напомнив, как он меня любит, сказал, дорогая, в любой момент, когда тебе что-то понадобится, обращайся ко мне, там, не буду, например, тебе надоедать. Потому что мне тоже иногда хочется в состоянии, когда я приболела, чтобы меня никто не трогал. Например, когда у меня была ситуация, я очень сильно захворела перед концертом, причем так, что потеряла голос. Ничего не помогало. Это, видимо, мой парень, он поднял всех просто на ухо, всех своих знакомых и достал какой-то суперрецепт для того, чтобы быстро был голос. И это было очень приятно, причем это подняло. Девочки, вот я вас сейчас слушаю и понимаю, что уже для вас нужен определенный психотип мужчины, о котором я сегодня расскажу. У тебя это один психотип мужчины, у тебя это другой совсем психотип мужчины. И, Надю, я слышу третий психотип мужчины. Я об этом сегодня поговорю. Как хорошо, что нам нужны разные мужчины, правда? Никакой конкуренции. Да. И даже расскажу, на что обращать внимание. Итак, существует четыре основных психотипа мужчины. Первый – это воин. Воин – это тот человек, который сам решает, что делать, как делать. И есть одна особенность у него, что он иногда не прислушается к вам. И он за вас решит, что делать. Для того, чтобы убедиться, что мужчины бывают разных психотипов, и каждый из них может заботиться по-своему, я попросила наших общих подруг, экспертов в Сэбду Добре, рассказать об историях из жизни. Я устроилась на работу. Мне говорят, что первый месяц ты будешь получать определенную зарплату, но она будет меньше, да, чем постоянная. А вот уже на второй месяц мы тебе ее поднимем. Наступает второй месяц, и я смотрю, что зарплата остается такая же, как прежняя, как в первый месяц. Ну, естественно, кому я иду жаловаться, конечно же, Йоси. Особо так, чтобы он мне сказал, сделай так или так, не было. Звонили директору вот этой компании, я с ним встретил, и объяснили ему. Исправили с ним этот вопрос. Мой муж, он всегда обо мне заботится, он всегда меня защитит в любой момент. Благодарю Бога за тот день, когда я тебя встретила. Давай женимся. Давай. А результат-то такой, на какой Наташа сама и рассчитывала, но не могла его добиться. На самом деле, это психотип воин. Только воин может прийти и правильно поговорить с начальником. Потому что воин, когда берет на себя уже решение и на себя ответственность, да, он не всегда все-таки будет выслушивать свою женщину любимую, что она думает по этому поводу. Но перед этим он обязательно повыясняет у вас максимально ситуацию, разберется в ней. Потому что воин не пойдет воевать, не понимая ситуацию до конца. И тогда, когда он сделает, он просто вас поставит перед фактом. Разные, наверное, воины бывают. У меня была такая ситуация, когда я встречалась с моим бывшим практически сразу после мастер-шефа. Вот вышла, и много людей смотрели проекты. У меня на улице вот все хватали, и не спрашивая, просто вертели, тут сфотографироваться, тут еще что-то. И находясь со мной несколько раз, он практически сразу сказал, я найму охранника, который будет ходить с тобой. На что я категорически была против. И вот мы на этой почве очень сильно разругались с человеком, который сразу же принял такое вот решение. Вот, но это, наверное, уже... Перебор. Да, был перебор. Потому что женщина, которая не умеет быть рядом с воином, ей будет очень тяжело. Почему? Потому что воину надо отдать и поверить ему. И с воином необходимо, конечно, обговаривать то, что вы хотите, ставить ему как в задаче, и он будет это решать. Поверьте, он сделает вашу жизнь очень хорошей. Просто вам надо будет сидеть спокойно и отдать ему право руководить вашей жизнью. У меня есть такая ситуация, подруга, хлопец у нее очень ревнивый. И я так понимаю, что он воин по его действиям. Сейчас уже, как вы объяснили, я понимаю, что он действительно психотип воина. Он очень ревнивый, и она стоматолог. И он всегда, ты с кем-то познакомишься, меня это не влаштовывает. И он ей не давал работать. Но я нашел такую альтернативу, что она пошла в детскую клініку працювать. Он сам пішел, дизнался, влаштовал ее туда. И я такой, я говорю, вот тебе работа, чтобы ты себя нормально почувала. Это хороший поступок воинов. Интересно, воины, они действительно правильно всегда поступают. Они всегда аргументированно обосновывают, почему они так поступили. Если действительно женщина хочет об этом знать. Интеллектуалы должны быть, это точно. Следующий психотип – это семьянин, который позаботится, посидит, погладит, даст возможность побыть одной. Он включится в момент, когда нужна забота. Но у него есть тоже свой минус. Иногда действительно с семьянином становится скучно. Потому что он такой вот хозяйский семьянин, да, и нету вот фейерверка. Одной из наших подруг повезло быть женой такого мужчины. Давайте посмотрим. Это история жизни Людмилы Шупенюк. Я заболела, говорю, Орес, ну вообще умирающий такой лебедь, температура 39. Я, конечно, сразу же пожаловалась, что мне плохо и с этим что-то надо делать. А потом фраза, которая меня убила просто. Я никак не могу забыть эту фразу. Сказал, Люсенька, иди приготовь себе чайочку и ляжь в отпочинь. Я чуть не обомлела. Для меня было важно приехать до тебя, быть поруч, побачить, насколько лебедь живет еще. Дальше. Да. Тогда я и подумать не могла, вот насколько ты можешь нежно и внимательно относиться ко мне на сегодняшний день. Теперь я могу лежать, капризничать, как настоящая женщина. Спасибо. Это взаимно. Вот разные точки зрения, да? Жене кажется, что он как-то так равнодушно, а он уверен, что проявляет заботу. Сейчас мы видим психотип именно семьянина, такого вот заботливого. Потому что семьянин, когда он на расстоянии, первое, он уже старается позаботиться, сказать первое что-то, что уже сейчас ты можешь сделать. Он старается это проявить и сказать о том, что да, попей чай, ляжь в постель, а потом, когда он придет домой, он уже будет заниматься вот этой гиперопекой. Сейчас он далеко, он сделать ничего не может. Третий психотип – это индивидуалист. Он сам за себя решает, что лучше, и очень часто тоже не прислушивается к женщине. Он сказал вот так вот. Или сам себя продемонстрировал, показал, что он заботится, да, обязательно продемонстрировал эту заботу. Обязательно надо его в этот момент оценить. Если вы его не оценили в этот момент, он думает, ну, зачем мне проявлять заботу? Меня не видят. И среди наших знакомых есть представители такого психотипа. Когда мы встречались, открыла я гардероб, нашла юбку покороче, каблы повыше, ну, в сек положено, чтобы так, ну, поярче, чтобы уже зайти и так, тф, сразить своего мужика. Иду я по парку, где-то там, в конце парка, ждет меня Лешенька, сейчас встретит мой принц. И тут, как из дядя, и вслед меню, ты что-то поддевают эти юбки, пфу, про**ки, это не для дневного эфира. Ничего, сейчас думаю, я все расскажу своему принцу, он заскочит на коня, саблю, я трубаю голову тому мужику, подлетаю, как Леша, Леша. Тут такое было. Ты помнишь это, чи не хотя бы? Помнишь, да, рыцарь ты мой? И что отвечает мне Леша? А зачем, принцессочка-то, оделая такую юбку? Это само собой. Ах, это само собой. Когда она мне рассказывала все это вот в эмоциях, что и что с ней произошло, его еще там на горизонте было видно, этого человека. Ну, а потом к ней позвонила подружка туда-сюда, думаю, как раз сейчас это момент для того, чтобы никто ничего не знал. Догнал его, рассказал ему, что почем, и вообще, в принципе, он даже не сильно отпирался, признал свою вину. Настоящие мужики именно так и поступают. Да, Марина Шевченко, конечно, любит иногда выглядеть экстравагантно, поэтому мужчина, который заботится о ней именно таким образом, ей прямо рядом нужен. Вот почему она с Алексеем идеальная пара. Знаете, это психотип, мы как раз видим, индивидуалиста, да? Он действительно индивидуалист, это его женщина, и он ей может сказать, как она неправильно себя ведет. Но потом, именно потому что он индивидуалист, он пойдет и будет выяснять отношения там, где необходимо. Дима захочет получить от нее похвалу, он потом скажет. Это его решение, он решил, сделал, решил, захотел, похвалы сказал ей. То есть он постоянно решает сам за себя. Четвертый психотип – критик. Вот критик, первое, что сделает, он обвинит вас в том, что вы заболели. Вы сами недосмотрели. Вы сами где-то холодного выпили, еще что-то сделали, и вообще, ну, портите весь праздник, вообще всю жизнь. Но есть момент. На людях он может, да, показывать красивую картинку, да? Но как только вы останетесь наедине с ним, он обязательно вас раскритикует. Ситуация моей подруги, у которой был прекрасный конфетно-букетный период, как мы его называем, заботливая во всех отношениях, все ее прихоти, капризы. В общем, она была счастлива. Как только она переехала к его родителям, где они собирались пожить месяц до свадьбы, он превратился в такого критикана, он обвинял ее во всех. Что происходило в ее жизни, что происходило в этом доме. Она была виновата во всем направлениям. Причем в будинку родичей. У родителей ей было очень тяжело. И когда пришло время фактически уже идти в ЗАГС, она как сбежавшая невеста у меня поступила. Ну и слава богу, может быть, было. Да, да. Она не смогла этого удерживать. Получается, нам нужна критика распознать еще до того, как он покажет свое истинное лицо. Но ты сама говоришь, что мужчины, которые не собираются заботиться о женщине в будущем, вначале могут такого тумана напустить. А мы уши свои тумани развешем. То есть нужно практически сразу, раза три заболеть? Болеть не обязательно. Можно поступить хитрее. Я вам предлагаю вот такую ситуацию. Ну, не знаю, девочки, как у вас, у меня такое бывает. Когда мы за столом сидим, что-то пью, и у меня вдруг капает на юбку, либо на брюки, особенно на белое светлое. Да, и вот здесь тоже очень интересно, как каждый из этих психотипов себя поведет. Семьянин постарается там солью засыпать, постарается салфеточками обложить, облюбить. Он, конечно, привлечет этим внимание к вам, конечно, но он будет очень заботлив. Индивидуалист, он скажет так, закрыла, и не привлекаешь внимания. И начнет вот здесь вот очень быстро себя там показывать, веселить всех, привлекать внимание, так чтобы на вас внимания практически не было. А критик, ну, ты что, не можешь поаккуратнее кушать, пить? Ой, как обидно, да. И он обязательно отвернется и будет дальше там развлекать компанию, дальше с ними общаться, а вы будете сидеть себе и чувствовать себя виноватой. Воин, он поведет себя очень просто. Он сразу скажет так, подожди, дорогая, спокойно. Сидишь за столом, там, если есть скатерть, прикрыла, да, и сиди. Если вы дома или еще где-то, он просто сразу скажет, шкаф, там вот то платье, оно классно на тебе сидит, иди переоденься. То есть он берет сразу решение ситуации на себя. Ну да. Ну вот в мене намешанный вот такой вот мій хлопец. Десь он себя проявляет сам и так, а десь сам и как, я думаю, больше семьянин. И как после сегодняшней нашей встречи ты обо всем этом узнала? Тебя что-то насторожило в том поведении, которое он уже тебе показал? Или ты можешь спокойно соглашаться на предложение, если оно последует? Ну, как вам сказать, я много чего действительно очень хорошего почула, что я сейчас могу анализировать и по иначшему принимать какие-то его реакции. Причем он достаточно такая стриманная людина. И я часто думаю, почему он так реагирует? Мне хочется больше, чтобы он сказал, а мы бы иначе что он поступил. А сейчас я понимаю, что он поступает правильно. Сейчас я просто раскладывала все так себе по полочкам. А там, как дальше будет, увидим. Благодаря этим советам вы сможете определить психотип мужчины, с которым завязались отношения, и вовремя избежать опасностей. Счастливых вам отношений. Спасибо огромное. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.